девчоночки всем огромный привет всем приветик у меня сейчас есть свободное время свободных несколько минут думаю почему бы с вами их не провести я специально этот хочу эфир сохранить на youtube потом поэтому у нас тематика сегодня такая будет как эксперту продвигаться в социальных сетях как вообще стать блогером что вообще нужно делать да вот если ты пришел в интернет и вообще не знаешь с чего начать но сегодня такая тема девочки так что это приходите подписывайтесь чтобы не пропускать наши эфиры сегодня у нас не бьюзи тематик как вы видите я сижу рисую посмотрите это такая подложка будет пока что рисую подложку под вышивку которая будет по позднее уже вот вот за таким творческим процессом вы меня застали смотрите что нужно для того чтобы стать медийным для того чтобы стать блогером сейчас да кстати можете писать можете писать первом комментариях что вы думаете что что нужно для того чтобы стать сейчас медийным вообще будут ли какие-то сложности что что именно что именно будет на вашем пути первое сразу могу сказать когда мы когда мы планируем создать свой видеоблог мы сегодня говорим про видеоблог потому что ну как бы я именно этим занимаюсь когда мы создаем видеоблог пытаемся создать продумать что мы должны сделать в первую очередь мы должны мы должны выбрать тематику ребят вот просто знаете вести срала-мазала вот и того немножко и того немножко и того немножко это не будет работать мы же сегодня хотим поговорить о том что именно будет работать в интернете да вот ты пришел начал что-то там делать да и у тебя получаться стало что начали и просмотры про его появляться да и какие-то комментарии от людей да ты начинаешь быть полезным так вот как выбрать эту тематику и как понять будет ли успех в этой тематике нужно задать себе ребят самый важный вопрос нужно задать все самый важный вопрос чем я буду полезен публике понимаете вот вот что я буду вещать такого полезного такого интересного да какая у меня будет тема не для того чтобы я бы я бабок хочу быстро струбить если вы вообще заводите свой блог только из-за вот такой вот мысли в голове да что я хочу денег поэтому я вот вот это все заведу сейчас да я сразу могу сказать что вы очень быстро сольетесь очень быстро сольетесь понимаете нельзя заводить блок и вести его до видео дневник такой свой да когда ты просто хочешь денег это глупости глупости прямо все самые 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 невероятные группы глупости потому что ты просто потеряешь много времени ты будешь заниматься ты естественно выберешь какую-то тематику такую востребованную прям да но зачастую бывает такое что ты выбираешь тематику не свою вот просто по какой-то статистике да а здесь нужно наоборот наплевать на статистику и выбрать то что тебе близко вот то на какую тематику ты будешь вот с удовольствием часами общаться помогать подсказывать людям что сделать как вести как снимать да вот я выбрала тематику да и не выбирала да у меня бьюти тематика была я ну я всегда ухаживаю за собой какие-то масочки там делаю что там да и вот подсказывала людям как тоже делать да но в процессе я вышла совсем на другую тематику да и у меня есть второй блок который веду именно полностью на тематику как стать блогером как эксперту продвигаться в социальных сетях потому что смотрите сейчас экспертов очень много их было всегда много да но можете поставить плюсик если так думаете многие захотели выйти в медийность да завести социальные странички да вести видео дневник снимать ролики да чтобы люди их видели да если они раньше просто консультировали да вели какие-то там работы да с услугу давали да именно то сейчас они хотят чтобы о них знали и сейчас действительно если ты хочешь быть более или менее узнаваемым тебе нужно вести социальные сети вести видео контент вот именно снимать ролики вертикального формата вот такие вот не видео добрый день добрый поэтому вот у меня вышла вот эта тематика так как я долго уже этим занимаюсь где-то четыре года назад я долго занимаюсь именно вот как блогерством да но именно профессию тик ток менеджер я освоила четыре года назад да а три года назад я начала обучать этой профессии да но я стала обучать не просто в формате профессии вот профессия и все да это ну конечно именно в формате профессии но что мы делаем мы я помогаю не только тем кто хочет работать удаленно да кто хочет работать с телефона в интернете да не ходить на работу да вот работать из дома как я это делаю но есть вторая категория людей которыми я тоже помогаю это девчонки эксперты и их много их даже что самое интересное их даже больше чем людей которые хотят профессию себе удаленную получить это девчонки которые хотят продвигаться в социальных сетях это новички да ну как они могут быть не новички в своей профессии да но они новички в том как проявляться через видео формат да что именно снимать какие форматы как зацепить внимание зрителя да как вот вести так свой блог да чтобы и зрители подписывались и чтобы было им интересно и чтобы ты не выгорал потому что ребят если вы думаете что вы вот так вот прям будете на постоянной основе с радостью прям снимать все эти ролики все все прям вот но ну прям все у вас получается все все вот так вот вы делаете прям то только взялся все получилось я могу вас расстроить такое не будет потому что любое дело оно такое волнообразное да и вот когда будет опускаться вниз если это не ваша тематика то вы просто бросите и все сколько блогов которые заброшены которые я сама бросала блог на полгода вот полгода я не выпускала ни одного ролика я не думала об этом вообще мне настолько начала тошнить от этого всего но это правда было давно уже да то есть нужно всегда задумываться о том что ты работаешь в долгосрок да и социальные сети это длинная история долгая история это кто ребят здесь сейчас присутствует напишите у кого какая тематика кто чем занимается чем вы занимаетесь напишите может вы парикмахер и хотите ли вы продвигаться вот в социальных сетях есть ли желание такое если желание продвигаться в социальных сетях почему вот именно эксперты хотят продвигаться до в социальных сетях потому что у них есть тема это уже огромный плюс да у них есть огромное количество знаний в любом случае они в разы знают больше чем вы по своей тематике да потому что они работали отработали большое количество часов уже до в любой темой если заняться если вы отработаете огромное количество часов да то вы тоже станете спецом спецом в этом но так как так как они именно занимаются до своей тематикой то им есть что что рассказать и они знают свою целевую аудиторию по сути по сути да если ты прям все так знаешь почему тебе самому не начать вести да зачем какие-то обучения зачем вообще все это нужно вообще можно самостоятельно начать все это вести я очень долго вела самостоятельно без всяких обучений без всяких там за подсказок вела просто интуитивно и все нормально получается вот смотрите у меня на обучении была девочка это женщина и у нее полмиллиона подписчиков но она пришла ко мне обучиться чтобы делать все не интуитивно а вот действительно так чтобы получать как можно больше результата хорошего понимаете вот так ну что и слушать я прям с вами сегодня рисую все же вообще вообще не что-то последнее время хочу сказать потянула на творчество это прям удивительно потому что я давно ничем таким не занималась прям давно а это меня прям вот тянет и рисовать и что-то там и что-то мастерить но конечно же есть такие люди которые скажут что может тебе просто нечем заняться ты ходе не ходишь на работу начни работать катюша ну честно у меня много свободного времени нот реально много свободного времени а это и конечно конечно когда у тебя свободное время ты можешь при прислушиваться к себе вот чего ты хочешь в данный момент и вот я прислушиваясь понимаю что да мне хочется заняться творчеством почему нет да а это и все да а так бы может быть конечно если бы я пахала ребята на работе вот даже если бы я ходила как раньше в офис я вот 20 лет отработала в офисе если бы как раньше ходила в офис утром вышел на работу потом вечером пришел это с языком на боку потому что все равно устаешь хоть ты там и лопатой не машешь да ну ты все равно за полный рабочий день ты устаешь на это если бы я точно так же вот как бы работал как раньше да я думаю что но вряд ли бы меня тянуло на какое-то творчество сильно хотя ребят когда я работала в офисе вот последний год наверное что я делала я неделю работала в офисе а субботу у меня был тоже полный рабочий день можете себе такой представить был полный рабочий день я занималась бровями я делал девочкам брови ну то есть я каким-то творчеством всегда занималась я люблю что-то делать руками у меня всегда получается то что я делаю руками это я лет 20 делаю милирование девочкам но это все как хобби идет знаете вот такое вот какое-то второстепенное которым но вроде и занимаешься а вроде как это и не основное твое да а этом и девочки знают что ко мне если вот так сейчас мы кого-то удалим нахуй я люблю удалять удалили одного мальчика отсюда пришел тут да я люблю чистить свое поле я даже здесь люблю чистить свое поле я почистила свое окружение в жизни да я общаюсь только с теми людьми с которыми мне интересно с которыми я чувствую какую-то энергетику до такую легкую ненавязчивую ни в коем случае не блядскую потому что последние годы вот где-то четыре года назад я прям чувствовала какую-то блядскую энергию вокруг себя ящики можете поражать но вот ну вот честно вам говорю даже в разговорах какая-то такая энергия была это хотя я замужем не это вообще все не интересно но вот какие-то люди такие попадались да что какие-то разговоры вокруг ну вот все что-то не в ту сторону шло и я почистила свое окружение это кстати оказалось намного проще чем чем я думала да вот привет привет девчонки пишите кто из какого города и чем вы занимаетесь сегодня мы болтаем вообще тематика у нас как эксперты продвигаться в социальных сетях и зарабатывать на своих знаниях потому что вот смотрите вы эксперт вы даете какие-то консультации да но как ты можешь больше вот всегда нужно задавать себе вопрос как ты можешь больше зарабатывать на своих знаниях это естественно идти в медийность понимаете потому что то ли вас три человека знают и ваш сосед да а это что ты эксперт такой классный или а тебе знают тысячи людей понимаете аж для того чтобы о вас узнали тысячи людей нужны правильные действия конечно я всегда говорю конечно можно самостоятельно самостоятельно и вести социальные сети и что-то там развиваться и что что-то делать но ребят все это время так сейчас мы еще одного сейчас мы еще одного заблокирую вот мне нравится их блокироваться я люблю блокировать я же говорю я люблю чистить окружение поэтому вот пожалуйста гавни на гавняный комментарий брык все сразу удалила и человек никогда в жизни больше не зайдет в прямой эфир это радует потому что ты почистил все потом нормальные девочки заходят прекрасно общаемся ну мужчины тоже заходят но адекватные нормально вот и для того чтобы идти правильно в этом направлении конечно же здесь есть свои правила вот если думать что до снял какой-то ролик и вообще и классно ну хорошо один раз ты снял просто ролик второй раз ты снял просто ролик а ты в курсе что если ты хочешь тебе медийность то это будет на постоянной основе у тебя то есть это действие должно сопровождать тебя постоянно ты должен как-то это внедрить в свою жизнь чтобы и от жизни как бы не отставать да на это но чтобы это тебя не напрягало потому что нужно выгореть в край просто и чтобы она как-то вот с удовольствием прям до в легкости вошло в твою жизнь это тоже определенные правила правила съемки это определенные правила даже просто свет как и расположить это определенные правила даже если не заморачиваться вот сильно да все равно есть нюансы как зацепить внимание зрителя да как если ты снимаешь по сценариям как сценарий поставить и это тоже правильно снимать по сценариям особенно в начале потому что в начале это кажется что ты вот начнешь снимать и все и все и у тебя миллионы поклонников и всем ты нравишься да все это хуйня никому то нравится не будешь вначале там если из десяти человек хейтеров один до нормальный будет который которому будет нравиться твое творчество это просто радость понимаешь не бывает такого что ты прям раз и все полетело просто полетела вот в нужном направлении тебе нужно будет напрягаться и знать как это делать потому что если ты не будешь знать ну месяц ты поделаешь черти когда и нет результата ведь самое главное это получать результат это а в работу в долгую ты должен знать куда направляться как делать какие форматы снимать потом смотреть какие у тебя форматы заходят до снимать на эту тематику почему еще очень часто например две абсолютно одинаковые тематики да у одного залетают ролики у 2 нет есть один из ответов один из ответов могут может быть множество нюансов и разные эксперты это по-любому до харизма разная подача разная скорость речи разные это все играет роль но есть еще такой пункт что как один человек понимает что если у тебя так сейчас мы еще одного удалю какие-то сегодня у нас какая-то у нас сегодня аномальная аномальная глупость есть в эфире что что я говорила вот вот сбили понимаешь а что один эксперт например снимает разные форматы да и так нужно делать до снимаешь разные форматы и когда у тебя залетает определенный формат ты понимаешь что ролики набирают этого формата и набирают да тебе нужно забить на все остальные форматы даже если они те нравились и снимать только этот и поверь ты очень быстро наберешь туда эту аудиторию ну естественно тоже правильно это нужно делать ответить и каждый раз вы что есть нюансы есть нюансы добрый день к вам зашла какая тематика тематика как эксперту продвигаться в социальных сетях как зарабатывать на своих знаниях как выйти в медийность через видео формат вот вы эксперт в чем-то да и как можно получить больше клиентов больше узнаваемости это идя в медийность через видео формат не через какие-то посты не через какие-то там не знаю статьи до через медийность в формате там выступлений перед публикой я эту тему не затраиваю я затраиваю тему именно видео формат как эксперту развиваться через видео формат но например на моем курсе на котором я обучаю три года до уже девочки приходят как эксперт и до которые хотят сами развить свои странички до сделать миллион подписчиков себе я клиенту сделала миллион 100 подписчиков и также приходят девчонки которые хотят просто работать удаленно вот например ты там мамочка в декрете сидишь дома и понимаешь что но хочется какую-то работу удаленную в интернете сейчас очень много всякого вот честно очень много мусора очень много обмана ну то есть нужно очень долго покопаться пока ты найдешь что-то такое стоящее почему я всегда предлагаю тематику tick tock менеджер потому что я четыре года назад сама обучилась до на эту тему и в ней легко работать и здесь ты можешь получить профессию с нуля здесь не нужны какие-то супер-пупер знания знаешь которые прям вот вот ты прям должен это уметь это уметь да и тогда у тебя что-то получится нет здесь ты обучаешься с нуля до профессионального уровня что ты можешь вести или свои странички полностью да ты знаешь как это делать какую сторону двигаться или ты ведешь других клиентов хотя это можно делать параллельно вести себя например ты мамочка в декрете но ты на что-то можешь сделать ты можешь тортики печь например да и ты хочешь чтобы тебя было больше клиентов ну почему бы нет да ты начинаешь вести блок на свой на вот эту свою тематику когда снимаешь все эти манипуляции да но тут же параллельно ты можешь вести и клиента в социальных сетях профессия называется tick tock менеджер но мы изучаем полностью все социальные сети это и instagram и youtube потому что это все платформы на которых нужны ролики вертикального формата в любом случае они сейчас есть и они пока что есть ребят вот все ряд то это мой в любой момент это можно развиться в любой момент можно типа этим заняться смотрите вот у меня уже основа почти есть потом будет уже вышивка типа говорят ой в любой момент можно всем этим заняться нормально в любой момент с нему ролик все залетит ну конечно это все херня так рассуждают только дети какие-то да которые никогда не пробовали этим заниматься во первых это лавочка может закрыться многие уже эксперты говорят что ну вот пока что есть эти короткие ролики которые именно так продвигаются до которые именно так продвигают в рекомендациях да а в дальнейшем например у них могут быть алгоритм как у больших роликов ведь большие ролики так не продвигаются например если мы берем youtube то есть здесь тоже можно задуматься нужно ли хватать вот этот вот момент и сейчас этим заниматься да пока есть такая возможность пока вот классные алгоритмы которые будут тебе помогать особенно если ты хочешь развиваться в социальной сети как тик ток да я всегда говорю что если ты хочешь развиваться начинай с тик ток мы у многих есть еще такой таракан в голове сидит что тик ток это какая-то детская социальная сеть что здесь кто-то там прыгает танцует ну конечно это но очень странно так думать в двадцать четвертом году потому что уже официально двадцать четвертый год двадцать пятый год двадцать шестой считается пиком развития экспертности в тик ток представляете ну то есть если раньше тик ток это была какая-то социальная сеть там все прыгали бегали что-то там развлекались да то сейчас сюда вот прям заходите кто заходят эксперты и здесь идет борьба уже за внимание зрителя да и здесь нужно знать как ты это делаешь да вот у меня группа закончила обучаться последние три недели назад они обучались два месяца сейчас у меня есть две два варианта развития событий вы можете пойти в групп которая обучается два месяца или можете пойти на ускоренный курс который будет проходить это всю тематику за один месяц то есть вам нужно просто понять как вы хотите получить знания или быстро да но это будет насыщенный курс очень насыщенный или ты можешь вот в спокойном темпе до так раскачиваться да 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 плотный вот девочки которые у меня обучались могут прям подтвердить что двухмесячный курс он очень плотный но есть два варианта я говорю сейчас есть два варианта событий или за месяц все изучить тогда ты получишь огромное количество информации быстро он не будет хуже чем двухмесячный но ты получишь быстрее информацию если ты на более таких быстрых вибрациях и ты понимаешь туда не готов я ждать эти два месяца я хочу все быстро получить все выучить и быстро или деньги зарабатывать уже на и туда или свой блог развивать за счет знаний то здесь можно за месяц пройти все знания и а что это на столе на столе смотри это я вот сегодня творчеством занимаюсь я делаю подложку основу для вышивки это я вначале вот рисую до основу а потом уже будет вышивание вот такая это творческая сегодня у меня настроение мне вообще я говорю что последнее время такие творческие настроения ну во первых потому что у меня много времени свободного да я могу к себе прислушаться и понять что да это я хочу заняться творчеством и вот все себе заказала на этом и теперь вот рисуем акварель такая красивая вообще мне нравится вот это вот все атмосфера творчества мне очень нравится потому что я считаю что видео формат это тоже творчество ты в любом случае создаешь картинку которая работает на тебя потом постоянно вот смотрите чем еще классен тот же тикток тот же youtube да вот видео формат тем что ролик потом на тебя работает на постоянной основе ведь он не останавливается он вот хоть 10 лет он будет проигрываться да и будут появляться новые зрители будут появляться новые клиенты чем классен еще был классен youtube то что у него были длинные ролики да и что ты можешь сесть и такую прям программу посмотреть целую до передачу тикток сейчас в этом не отстает они сделали тоже огромные ролики ты можешь сюда заливать их я сюда заливаю наши прямые эфиры да никто не приходил на прямой эфир он может его посмотреть в записи но этот эфир я кстати залью на мой второй аккаунт на котором я развиваю четко прям только тематику именно съемки роликов до продвижения экспертов как эксперту зарабатывать на своих знаниях потому что ну реально вот ну сидим мы со знаниями и почему бы нам не получить больше клиентов просто за счет того что ты изучишь видео формат и это будет на года с тобой да и потом твои ролики будут оставаться прям на 10 на 20 лет до это в пользование и люди будут видеть их смотреть да и вот вот это конечно связка очень классная когда ты снимаешь длинный ролик да на какую-то тематику определенную прямо затрагиваешь эту тематику и выставляешь на канал до или на youtube или те кто какая разница и вот этот ролик он например мы взяли тематику анализ конкурентов до анализ конкурентов в любой нише нужно делать и вот например я рассказала в длинном ролике прям анализ конкурентов что нужно делать как правильно нужно вообще рассуждать и что нужно снять нужно снять например 10-20 коротких роликов вот таких вот отрывочных коротеньких вертикального формата shorts или вот как в тик токи ролики наши до которые мы смотрим коротких на эту тематику ну вот таких вот маленьких совсем маленьких до до 15 секунд и залить постепенно их на канал а потом уже залить длинный ролик где вы вот так вот эту тематику раскрываете полностью и что здесь будет работать какая связка здесь очень работает хорошо связка именно то что мы коротким роликом цепляем внимание зрителя мы его хватаем да а ему же интересно становится его тема заинтересовала ему становится интересно ему нужно где-то посмотреть но полностью да и тут он видит большой ролик в котором ты там часовой например ролик или получасовой где ты эту тематику объясняешь то есть мы коротким роликом цепляем внимание зрителя а длинным роликом уже полностью раскрываем тематику и вот те кто смотрят уже длинные ролики это вот прям четкая целевая аудитория которая прям это очень интересно да вот коротким роликом мы можем любого в общем-то зацепить любого да кто хоть как-то более или менее этой тематикой интересовался да а вот уже на большой ролик перейдут прям четкая твоя целевая аудитория которой интересна эта тема и представляете как сильно они прогреваются именно через этот большой ролик до через это большое видео которое остается у вас на канале на многие годы и будет продлил прогревать точно также людей да но естественно нужно правильно оставить и ссылки на свои контакты чтобы с вами могли связаться чтобы вам могли написать в любой момент очень плохо когда эксперт например сейчас модно вести телеграм да и многие эксперты не оставляют свой контакт даже вот в шапке профиля понимаете вот человек смотрит этот канал смотрит смотрит а связаться с тобой никак не может понимаете вот это вот тоже странности до люди почему-то думают что в одного блога достаточно очень часто человеку нужно написать в личку да ну мне тут это именно на вот в этом канале да мне часто пишут в личку именно beauty до какие-то вопросы но для это и тема блога понимаете а как как быть эта тема блога на другом канале я веду другую тематику блога на третий канал у меня есть вообще такой развлекательный где живет мой персонаж такая неугомонная бабулька да которая типа живет с молодым мужем и все себе позволяет очень себя любит считает себя красоткой но то есть каналов может быть много смотря какая у вас какие у вас интересы но я всегда советую в начале открывать один канал потому что много каналов ты уже просто понимаешь какие тематики тебе интересны какие тематики тебе нужны да и ты понимаешь как их вести как когда туда снимать ролики когда туда как это вообще все совмещать потому что поверьте съемка роликов это не плевое дело да это это кажется что это плевое а вы умножьте на года это вот умножьте на года и тогда вы понимаете что без стратегии здесь не обойтись без знаний здесь не обойтись потому что вы просто это бросить и у вас не будет этого дела вы просто начнете и потом бросить и потому что вы не будете знать как это делать правильно понимаете это единицы людей которые продолжают снимать ролики которые безумно горят своей темой но спросите себя горит ли у вас задница на вашу тематику вот Бегаете ли вы от своей тематики, понимаете? Горит ли у вас от своей тематики? А если не горит вот на... Ой, всё, давайте, побежала я, мы убегаем в магазин. Всё, целую, целую, всё.